Добрый день! Меня зовут Санников Иван, я сотрудник Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи имени Владислава Петровича Крапивина. Наша библиотека является членом ассоциации «Растим читателя». В рамках проекта «Читальный зал лауреатов золотой медали Андерсена» хочу прочитать для вас произведение финской писательницы, писавшей на шведском языке и родившейся в Российской империи, Туве Янсен. Лауреатом золотой медали Андерсена Туве Янсен стала в 1966 году. Туве Янсен всегда подчеркивала, что в первую очередь она художник, а не писатель. Она иллюстрировала книги Толкина и Льюиса Кэрролла. Ее 80-й день рождения стал национальным торжеством. Всего о муми-троллях Янсен написала 8 повестей, 1 сборник рассказов и 4 книжки в картинках. Итак, Туве Янсен, последний в мире дракон. Однажды в среду, в последний жаркий летний день, муми-тролль поймал маленького дракона в коричневой луже, рядом с гамаком муми-папы. Конечно, муми-тролль и не мечтал поймать дракона. Он хотел поймать несколько мелких существ, которые плавали в грязи на дне лужи. Муми-тролль хотел узнать, как они двигают лапками, чтобы плыть. И могут ли они плавать задом наперед? Но когда муми-тролль выудил из лужи стеклянную банку и поднес ее к свету, он увидел... Клянусь своим хвостом, в страхе прошептал муми-тролль, сжимая банку обеими руками. Он смотрел, не веря своим глазам. Дракон был размером не больше спичечного коробка и плавал кругами. А его прозрачные крылья напоминали великолепные плавники золотой рыбки. Но ни одна золотая рыбка не могла сравниться с миниатюрным драконом, который сверкал золотом в солнечных лучах. Изумрудно-зеленая голова, лимон на желтые глазки, шесть золотых лап и на каждой маленькие зеленые ноготки. Хвост с зеленоватым кончиком. В самом деле удивительный дракон. Муми-тролль завинтил крышку. Конечно, в ней были проделаны дырки для дыхания. И осторожно поставил банку в мох. А сам лег рядом с банкой и начал по-настоящему рассматривать дракона. Дракон же подплыл к стеклу и разинул маленькую пасть, усеянную крошечными белыми зубами. Он злой, подумал муми-тролль. Он злой, несмотря на то, что такой маленький. Что я буду делать, раз он мне так понравился? А что он ест? Чем кормить драконов? Муми-тролль озабоченно отправился домой, двумя руками сжимая банку. Ему даже показалось, что дракон улыбнулся из-за стеклянной стены. Я оставлю тебя в банке, буду баловать и любить, прошептал муми-тролль. Ты будешь спать на подушке, а когда вырастешь, я отпущу тебя в море. Муми-папа работал на табачной грядке. Может, стоит показать ему дракона и посоветоваться? А может, и не стоит. Конечно, нет. Надо сохранить тайну несколько дней, прежде чем рассказать кому-нибудь. А до тех пор можно показать его лишь сну с мумрику. Муми-тролль спрятал банку за спину и спокойно, словно ничего не случилось, подошел к задней двери дома. Остальные в это время собрались на веранде. В тот момент, когда муми-тролль оказался у двери, из-за бочки с водой выскочила маленькая му и спросила, что это ты делаешь? Ничего, ответил муми-тролль. Баночка, заметила му, вытянув шею. Что в ней? Почему ты ее прячешь? Муми-троль, не отвечая, бросился наверх, в свою комнату. Он поставил банку на стол. Вода расплескалась. Дракон, свернувшийся калачиком, теперь начал медленно распрямляться, чуть-чуть скались. Такого больше не повторится, пообещал сам себе муми-тролль. Извини меня, дорогой. Муми-тролль отвинтил крышку так, чтобы дракона стало лучше видно, а потом вернулся и закрыл дверь на задвижку. Никогда не угадаешь, что может вытворить му. Когда муми-тролль вернулся к столу, дракон уже выполз из воды и сидел на краю банки. Ох, только и смог выговорить муми-тролль. Он залюбовался драконом. Ты не голоден? Очень тихо спросил дракона муми-тролль. Ты и вправду ужасно дикий и злой. Дракон фыркнул. Муми-тролль заполз под кровать и вытащил ночной горшок. В нем лежало пол бутерброда, пара сухих блинов и яблоко. Муми-тролль отрезал маленький кусочек яблока, потом еще несколько и разложил их все вокруг дракона. Тот лишь фыркнул на них, презрительно осмотрелся и внезапно шустро метнулся к окну, атаковав большую августовскую муху. Муха забилась, перестав жужжать, когда дракон впился ей в шею своими маленькими зелеными коготками и выпустил ей в глаза струю дыма. Ножницами чиркнули маленькие белые зубы, челюсти распахнулись, и августовская муха исчезла. Дракон дважды сглотнул, облизнулся, почесал за ухом и наградил Муми-тролля насмешливым взглядом. «Какой ты шустрый!» — воскликнул Муми-тролль. В это время Муми-мама позвала всех завтракать. «Подожди меня и будь пайнькой!» — сказал Муми-тролль. «Я скоро вернусь!» Еще мгновение Муми-тролль постоял, наблюдая за драконом, а потом добавил «Какой дорогуша!» — после чего помчался на веранду. Запустив ложку в кашу, Му между делом заметила. «Некоторые, кажется, прячут таинственные секреты в стеклянных банках». «Замолчи!» — попросил Муми-тролль. «Точно одно!» — продолжала Му. «Некоторые наверняка прячут в банках пиявок, древесных жуков или болотных сороконожек». «Мама!» — взмолился Муми-тролль. «Ты же знаешь, я терпеть не могу любимчиков, которые ко мне пристают!» «А некоторые любят древесных в шеи!» — заявила Му и начала пускать пузыри в стакане с молоком. «Что?» — спросил Муми-папа, взглянув из-за газеты. «Муми-тролль кого-то поймал», — объяснила Муми-мама. «Оно не кусается?» «Оно такое маленькое, что не может сильно кусаться!» — пробормотал ее сын. «Когда ты его поймал?» — спросила Мюмла. «Ты дашь нам взглянуть? Оно разговаривает?» Муми-тролль молчал. Все было испорчено. Он так хотел сохранить секрет и преподнести его как сюрприз. «Но если у тебя семья, сюрпризы невозможны. Семье все разузнают. После завтрака я пойду на речку», — медленно и презрительно объявил Муми-тролль. «Презрительно, как дракон. Мама, пожалуйста, скажи им, чтобы они не входили в мою комнату. За последствия я не отвечаю». Хорошо согласилась Муми-мама и посмотрела на Муми. «Ни одна живая душа не откроет дверь в твою комнату». Муми-тролль доел кашу в величественной тишине. Потом через сад он направился к мосту. Снус-мумрик сидел у палатки, раскрашивая кораблик из коры. Муми-тролль взглянул на Снус-мумрика и снова почувствовал себя счастливым. «Эй», — позвал Муми-тролль, «все вокруг иногда бывают такими занудами». Снус-мумрик усмехнулся, не вынимая трубки изо рта. Они посидели молча, солидарность мужской дружбы. «Послушай», — спросил Муми-тролль, «в своих скитаниях ты когда-нибудь встречал дракона?» «Надеюсь, ты говоришь не о саламандрах, ящерицах или крокодилах», — ответил Снус-мумрик. «Ты сказал дракона?» «Нет, никогда». Они вымерли. «Но, может, хоть один остался?» — медленно проговорил Муми-тролль. «И однажды кто-то поймал бы его в стеклянную банку». Снус-мумрик строго посмотрел на Муми-троля и видел, что тот лопается от восторга и нетерпения. Пытаясь говорить совершенно спокойно, Снус-мумрик заявил. «Я в это не верю». «Возможно, он не больше спичечного коробка, хотя умеет выдыхать пламя», — зевнув, продолжал Муми-троль. «Хорошо придумано», — заметил Снус-мумрик, который отлично знал, как готовят сюрпризы. Муми-троль встал у него за спиной и продолжал. «Золотой дракон с крошечными, зелеными челюстями, который...» А потом Муми-троль не выдержал и закричал. «Я нашел его! Я нашел настоящего дракона!» Пока они шли к дому, Снус-мумрик испытал всю шкалу чувств. Неверие, удивление, восхищение. Снус-мумрик был очарован. Они поднялись по ступеням с большой осторожностью, открыли дверь и вошли. На столе стояла банка воды, но дракон исчез.